В этом году наши учащиеся, 13 учащихся подтвердили знания на золотую медаль и 29 учеников подтвердили знания на серебряную медаль. Мы один из немногих городов, у которых все 13 учащихся Республиканской комиссии оставили оценки 5-5 по литературе и русскому, и по математике, потому что претендентов на золотую медаль и инстинкционные работы проверяются Республиканской комиссией. Это говорит о том, что уровень знаний, которые дают наши педагоги, очень высок. Поэтому я думаю, что сегодня заслуга вашей первой большой победы и вашей первой награды, это прежде всего учителей, которые вас учили, и родителей, которые вас вели с 1 по 11 класс. Вместе с вами и переживая, и радуясь. И я сегодня уверена в том, что родители, присутствующие в зале, очень горды за вас, потому что все их надежды, которые они возлагали на вас в эти 11 лет, вы, ребята, оправдали. Поэтому огромное вам спасибо. Я слово предоставляю Шансу Геевичу и прошу выходить родителей и ученикам. Ученикам для обучения аттестата золотой или серебряной медали, родителям благодарственного письма от главы муниципального образования города Туфта Александра Сергеевича. Спасибо. Я что хотел бы еще добавить к выступлению Василия Павловича. Конечно, это очень серьезное событие. И в следующий раз мы обязательно сделаем это в доме технике. Мы пригласим обязательно тех преподавателей, тех школ, которые ввели занятия, чтобы они участвовали в этом мероприятии. Ну и безусловно, давайте так говорить, если же уже положать руку на сердце. Преподаватели летнику только тем ребятам или девочкам, которые находятся в этом зале, передавали свои знания. Они передавали знания всему классу, всем школам. Тем неуме. Хотя дети, которые смогли эти знания взять, получить и получить за это отличные оценки, золотые и серебряные медали. Да, безусловно. И директора учебных заведений, и управления народного образования. И, безусловно, родительские помощь, подсказка, действие на ремень, когда-то где-то мы или в угол ставили, тоже помогли, в конце концов, подойти к этому итогу хорошему. И мы будем традиционно проводить эти мероприятия. Мало того, я уверен, что часть из вас, поступив в высшее учебное заведение, будет продолжать так же хорошо учиться. И потом вернется работать в те отрасли, в наш город, в нашу республику. Потому как сейчас очень много и дел, которые стоят перед нашим городом, перед нашей республикой, да и перед страной в целом. И вы достойно будете принимать эстафету у своих старших товарищей, у своих родителей. И у тех людей, как на государственной службе, так и на производственной службе. И в этом мне хочется пожелать вам больших успехов. Чтобы было у вас всегда все хорошо. Спасибо вам всем. Приглашается Герасимова, Ольга Анатольевна и родители. Там такие прекрасные слова. Я думаю, что вам стоит зачитать. Уважаемая Ольга Алексеевна, мы сначала ребенком, а потом родителем. Сегодня большое событие в твоей жизни. Ты окончила школу с золотой медалью за особые успехи в обучении. Это первая твоя награда за упорный труд и стремление к знаниям. Твоя первая взятая высота. Уверена, что вы будете помнить об этом всегда. С годами забываются читая имена, лица. Но школа сохраняется в памяти. Иногда в дальнейшем подробности. Ведь именно в школе, где выше отметки, лично целится честность и порядочность, искренность и доверие. Где наравне с физическими и историческими законами постигаются законы дружбы. Формируется морально-бравственное качество и свойства человека. Сохраним на всю жизнь. Многие мудрецы и философы стремились определить смысл земного бытия. Лучше других, наверное, сказала жизнь материна. Жизнь – возможность. Используйте ее. Жизнь – мечта. Осуществите ее. Жизнь – вызов. Примите его. Жизнь – долг. Исполните его. Грустно расставаться с друзьями. Прощаться с детством. Но впереди у себя много новых дорог встреч. Впереди большая интересная жизнь. Поздравляем тебя с окончанием школы первой наградой. Желаем крепкого здоровья, большого личного счастья, осуществления всех надежд. Глава администрации и начальных управлений. Которое благодарственное письмо Ольга Славовна, Алексея Николаевна. Администрация, муниципальное образование города УТА и муниципальное учреждение управления образованием выражают вам благодарность за хорошее воспитание дочери, за активное участие в жизни школы. Своей чуткостью, добротой, терпением, пониманием вы помогли своему ребенку достичь высоких результатов в учебе, поддержали стремление ко всему доброму, истинно прекрасному и благородному. Умело содействовали формированию ученического коллектива своего класса, активно участвовали в общественной жизни школы. Вам удалось воспитать достойного гражданина России. Желаю вам крепкого здоровья, энергии, успеха в труде, мир вашему дому и вашей семье. Истоковская школа. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы самое главное знаете, что дети, особенно в возрасте именно до того, когда они вступают в производство, собственные отношения, уходят уже, так сказать, на самостоятельную жизнь, они очень чутко и довольно-таки чётко определяют, где правда, где неправда. Значит, с детьми всегда просто и хорошо. Они мгновенно отвечают ложь от правды, фальшь от объективности и так далее и тому подобное. Поэтому я убедительно прошу вас, ребята, вот это пронести через всю жизнь. Ведь настолько сейчас здорово научились много говорить, судя по всему, по телевидению, по средствам массоинформации, которые мы знаем, да и на слуху у нас очень много примеров. Говорим одно, делаем другое, а думаем третье. Так вот, в вашей жизни главное, чтобы думали, говорили и делали одно и то же. Это будет самая главная черта в вашей жизни. Если это вы пронесёте до конца своей жизни, лучшего быть не может. Да, иногда надо быть дипломатом, да, иногда надо промолчать. Но вот тот принцип, о котором я говорю, к большому сожалению, не очень много сейчас стало, особенно и в политических вопросах, да и в практических таких примерах. Но я вас прошу, это главная ценность человека. А вы входите в эту жизнь и пронесите это через всю жизнь. Вот это моё огромное желание и просьба к вам по всему. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 Продолжение следует...